Какая ваша связь с ребенком? Я еще раз почитаю то, что вы написали в чате. Какая ваша связь с ребенком? Кто это для вас? Это мой сын. Мой сын, ему 8 лет. Горнолыжка. Когда эта травма произошла? Ну, даже не травма, он каждый выходной в субботу и воскресенье ходит в секцию горнолыжного спорта. Они катаются на горных лыжах. Но он месяц занимается по выходным. И вот вчера у него была тренировка, и сегодня утром слева болит. Пару слов не слышал. Вчера была тренировка. Да, и сегодня утром он сказал, что шея у него слева и сзади болит. А вы можете его подозвать? Али, иди сюда. Али, бегом. Иди сюда. А не, надо бегом. Пусть все нормально, все спокойно. Все уже прошло. Да. Окей. Али, здравствуй. Меня зовут Роман. А тебя как зовут? Меня Али зовут. А что тебе болит? Вот шея слева. А как она тебе болит? Ну, я не знаю. Постоянно или не постоянно? Или только тогда, когда голову поворачиваешь? Тогда голову поворачиваю. А так, когда вот смотришь на меня, прям ничего не болит? Нет, не болит. Ага, окей, хорошо. А наклони, пожалуйста, голову вниз. Так болит? Нет. У меня только слева болит. Но когда ты наклоняешь вниз, слева не болит? Нет. Только когда ты поворачиваешь так? Так. Да. А когда это заболело, резко заболело или нет? Когда заболело? Сразу после тренировки или позже? После чего? После тренировки или позже, когда заболело? После тренировки. После тренировки. Скажи, пожалуйста, а тебе бы хотелось чего-то теплого или холодного на это место? На шею? Нет. Холодного. Тебе бы хотелось туда что-то холодное положить? Да. Ага. А ты пробовал что-то холодное класть? Нет, еще. Еще нет? Рука у тебя теплая сейчас или холодная? Приложи руку, пожалуйста. У меня теплая сейчас рука. Теплая. Ну давай, приложи теплую руку. Приложи руку. Когда ты прикладываешь руку, легче? Да. Да. А вот сейчас попробуй с приложенной рукой повернуть голову. О! Болит больше, чем без руки или меньше? Меньше. Меньше. Окей. Хорошо. Хорошо. Отпусти руку, пожалуйста. Илон, я хочу попросить вас, вот так, чтобы мы видели и вас, и его, поверните, пожалуйста, к Али. Не смотрите на меня, посмотрите. Али на меня смотрит, а вы смотрите на Али. Вот так. И сейчас начинайте его проверять, шею его щупать там, где... Болит? Нет. Приятно, когда мама щупает или нет? Приятно. Приятно? Прямо хорошо. Окей. Тебе приятно, когда мама разминает? Да. Окей. Хорошо. А, Илон, я думаю, что нужно дать РУС-ТОКС-30С. В каком виде, сколько, который час у вас сейчас? У нас где-то 8, наверное, или 9, ну, что-то такое, полдевятого. А когда Али идет спать? Через час-полтора. Дайте, пожалуйста, 30С следующим образом. Две горошинки сейчас, ну, когда будете давать. И через 10 минут одну горошинку. И все. А если после первого приема, после того, как вы дали две горошинки, в первых 10 минут что-то значительное произойдет, вдруг он начнет мотать головой, скажет, что ничего не болит, попросит мороженое, не давать мороженое ни в коем случае после 9 вечера. Ну, если сильно попросит, можно немножко дать. А тогда второй раз уже давать не нужно. Если ничего срочного не произойдет, дайте еще раз. Завтра напишите мне, как и что. Только у меня не 30, а 12. Можно? Нет. Нет? Нет. Пришлите мне мейл, сейчас мы организуем вам чистоту. Спасибо большое. Хорошо. Договорились. Договорились. Давайте, счастливо. Спасибо огромное. Пожалуйста, если вы хотите, давайте вот пока здесь я объясню свою мысль, свои мысли. Основная диагностика, конечно, этого глубокого, выдающегося случая. Это простой случай. Основная диагностика между тремя препаратами. Арника, Рустокс и Лохнантез. Сначала я подумал просто об Арнике, но Арника не дала бы вам так просто щупать. И если бы вы приближали руку действительно к состоянию Арниковому, была бы хоть какая-то реакция. А ему очень приятно, все нормально, все хорошо. Это первое. Второе. Обычно Рустоксу намного лучше от теплого и жаркого. Иногда даже горячая очень вода. Мы сейчас не знаем, холодное улучшает или не улучшает. Но когда он теплую ладошку приложил, ему стало немножко лучше. Ну и третье, сам характер травм. Во-первых, это действительно не что-то сверхострое, но оно накапливалось. Это не первая тренировка, не вторая. И потом что-то потянулось. И это больше в сторону Рустокса, чем в сторону Арники. А я ему Арнику дала сегодня. А сколько? В каждом часу? Где-то в обед, где-то в часа в два я ему давала Арнику. Ну вот сейчас мы как раз заодно и проверим. Скажи, пожалуйста, Али, а мама тебе дала сегодня горошинки? Да. Помнишь? Скажи, пожалуйста, после того, как мама дала горошинки, изменилось что-то или нет? Нет. Хорошо. Все, спасибо большое. Я думаю, что это как раз... Вы в следующий раз говорите, что вы даете. А что если после Арники стало лучше, а я здесь вот это вот все... Не стало, поэтому я написала. Спасибо. Али, спокойной ночи. Кнопку. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Али, как дела? Нормально. Ты где был сейчас? Я нигде, я дома. Дома? Да. А в школе сегодня был? Да, был. А как ты себя чувствуешь? Ну, нормально, шея уже давно не болит. А почему ты на маму сначала посмотрел? Он все время на меня смотрит. А, здорово. Хорошо. Так ты говоришь, что шея не болит, да? Нет. Скажи, пожалуйста, вот когда мама давала тебе горошинки, вот, после того, как мы с тобой поговорили, ты что-то почувствовал после горошинки или просто утром проснулся и уже ничего не болело? А он не горошинки, он же это, частоты послушал. Он частоты прослушал. А, я... А, а как тебе было слушать частоты? Тебе понравилось? Ну, я такие звуки каждый день просто слышу на улице. На улице? А вот эти звуки, которые ты слышал конкретно, что-то было по-другому или просто звук как звук? Что-то шершало. Что-то шершало. А после этого что-то изменилось или утром просто ты встал и уже шея не болела? Нет, просто утром встал и шея не болела. Он сразу лег спать, поэтому... Ой, здорово. Раз и уснул. Ну и хорошо. Окей, хорошо. Спасибо. Счастливо. Будь здоров. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо, Илья. Всего доброго. А, все, да? Да. Спасибо. Всего доброго. Рада видеть вас. До свидания. Спасибо.